Диабло Итак, первый вопрос. Все игры Blizzard, кроме Диабло, так или иначе были представлены как киберспортивные дисциплины. Overwatch разрабатывалась как кибердисциплина, или это предстоит решать самим игрокам? Изначально, когда мы начали разработку Overwatch, мы хотели создать самую обалденную игру и сделать ее доступной для наибольшего количества людей. Но в процессе разработки мы заметили, что каждый раз, когда мы показываем игру, люди хотят, чтобы она стала киберспортивной дисциплиной. А это значит, что Overwatch ждет светлое киберспортивное будущее. Во вселенной Blizzard герои часто переходят из игры в игру. Например, многие из ваших героев попали в Heroes of the Storm. А как насчет героев Overwatch? Мы увидим кого-то в Heroes of the Storm? Мы были бы очень рады, если бы наши герои попали в Heroes of the Storm. Мы много говорили по этому поводу с командой разработчиков Heroes, и нам очень важно, чтобы герои Overwatch появились в Heroes of the Storm. Так что, когда игра выйдет, мы должны показать себя на деле и доказать всему миру, что наши герои достойны быть в Heroes of the Storm. Поэтому я с нетерпением жду тот день, когда мы сможем увидеть наших героев в Heroes. Мы настолько привыкли к атмосфере вселенной Blizzard, что, глядя на внешний вид игры, создается ощущение, что ее делали не те, кто создал StarCraft и WarCraft. Вы намеренно пошли на этот шаг? Новые герои, новые места сражений? Или на разработку со славой всех несогласных с главной линией партии? Решение создать в Overwatch светлый и прекрасный мир было абсолютно осознанным. У нас очень талантливый арт-директор, его зовут Билл Петрес, он же был главным художником по World of Warcraft. Также у нас замечательный ведущий концепт-дизайнер Арнод Ценг и старший вице-президент по развитию истории и франчайзингу Крис Мэтсон. Они много обсуждали то, как именно они хотят, чтобы этот мир выглядел и воспринимался. Идея в том, что действие игры происходит в будущем на планете Земля, и мы хотели, чтобы для человечества это будущее было как можно более оптимистичным. Мы видели много игр, в которых будущее представлено в постапокалиптическом стиле, очень темном и мрачном. Но мы подумали, что если мы отталкиваемся от того, что игра Overwatch оптимистичная, и мир, за которым мы боремся, тоже будет усилять надежды, то и графика в ней должна этому соответствовать. Планируется ли одиночная кампания в Overwatch? Полноценное прохождение для одного игрока или кооперативное, а может быть в виде обучения перед сетевыми боями? В этом плане Overwatch позиционируется как командная игра 6х6, и на этом в игре делается большой акцент. Но мы считаем, что это позволит нам более детально продумать каждого героя. Мы хотим добиться высокого соревновательного уровня игры, и в то же время сделать ее максимально доступной. Все большую популярность набирают различные средства виртуальной реальности. Есть ли в планах применить какие-то разработки из этой области для Overwatch? Я с нетерпением этого жду. Я слышал, что на конференции разработчиков игр много говорилось о новой виртуальной реальности, устройствах и новых технологиях, так что нам очень интересно, что будет использоваться в наших комьюнити. Пока у нас никаких конкретных планов использования устройств виртуальной реальности в Overwatch. Но если будет что-то подходящее, мейнстримное, интересующее большую аудиторию, и людям это понравится, то мы будем думать над этим. Есть ли в Blizzard представление, на какой конкретный круг лиц рассчитана каждая выпускаемая игра? Например, какая-то игра планируется для людей постарше, другая для людей помоложе, для мужчин, для женщин. Можете рассказать, на какую аудиторию рассчитан Overwatch? Это интересный вопрос. Когда мы начинаем работать над игрой, мы начинаем делать ее для себя. Мы обдумываем ее образ и думаем, в каком мире нам бы хотелось проводить много времени. Работать с Overwatch было особенно интересно, потому что изначально у нас не было целевой аудитории. Мы просто начали делать то, что нам показалось классным. И только потом мы поняли, что мы создаем мир, доступный для широкого круга людей. Мы хотим сделать все, чтобы быть уверенными, что в эту игру смогут играть как можно больше людей. Поэтому мы считаем, что конечный результат должен привлекать людей старшего и младшего поколения. Это довольно захватывающая работа. А как у вас обстоят дела с дресс-кодом на работе? Говорят, что каждый, кто работает в Blizzard, обязан одеваться либо орком, либо эльфом. Вы бы хотели одеваться как герои Overwatch? Забавно. Я думаю, что все разработчики Blizzard должны одеваться так же, как персонажи в Overwatch. И я бы поддержал такой дресс-код в Blizzard. Вы уже выпустили много игр с разными жанрами. Есть ли в планах новая игра, и если да, то какого жанра? Снова будет что-то новенькое, или же стоит ждать улучшенное старое? Если бы я мог рассказать об этом сегодня. Знаете, есть одна вещь, над которой стоит задуматься, а именно, насколько компания Blizzard изменилась за последние несколько лет, и как много неожиданностей она преподнесла своим игрокам. Сначала люди знали нас как компанию, выпускающую RTS, а мы всех удивили ММО. А потом, когда люди начали считать нас компанией, выпускающей ММО игры, мы опять удивили всех с такими играми, как Hearthstone, коллекционной карточной игрой, или шутером Overwatch. Наши игроки всегда ждут чего-то подобного. Я просто хочу сказать, что наши разработчики прежде всего сами геймеры в душе, и мы тоже во много чего играем. И нам нравится работать и создавать в той области, которая больше всего нас вдохновляет. Так что на самом деле вопрос в том, какой жанр игры вдохновит команду Blizzard, которая будет создавать нашу следующую игру. Черпаете ли вы вдохновение из других источников? Ведь если посмотреть на Уинстона, то он чем-то похож на Хэнка МакКой из «Людей Икс», а МакКри на Клинта Истуда. Вообще, мы большие фанаты фильмов, книг и комиксов. Мы любим давать волю воображению, и это выливается в создание нового героя. Мы берем то, что нам нравится, и создаем из этого что-то свое, обыгрываем это, или создаем что-то в уникальном стиле Blizzard. Так что нам нравится, когда наши герои напоминают людям какие-то известные архетипы или известных людей. Мне кажется, что это замечательно. Но в итоге в игре, в своем окончательном варианте, они выглядят по-близзардовски уникальными. Почему вы именно так видите персонаж русской женщины, Заря? Ведь все студии мира, наверное, нарисовали бы балерину с фуашлом. Да, она действительно очень интересный персонаж. Иногда мы полностью следуем стереотипу и создаем стереотипный образ, как, например, персонаж МакКри, ковбой, вращающий револьверами, несмотря на то, что все происходит в будущем. А иногда мы боремся со стереотипами, и персонаж этой русской девушки хороший этому примеру. Мы много говорили о стереотипах и о том, какой мы должны ее сделать. Мы подумали, что стереотип – это красивая балерина или фигуристка с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Вот такой мы ее представляли, а потом просто сделали что-то совершенно противоположное. Взяли и пошатнули этот стереотип. Да, она совершенно другая, и вы такого не ожидали. Спасибо вам. Было приятно поболтать с вами. Субтитры подогнали Симон,